Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев А в гостях у нас сегодня ведущие программы «Жизни сегодня» На телеканале ЛТВ-7 В рамках русского вещания телеканала ЛТВ-7 Эта программа выходит ежедневно Анастасия Ружанская и Андрей Дмитриев Здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что пригласили Да, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам также Пишите в видеочате на портале mixnews.lv Ну, сразу оговорюсь, что говорить мы будем на «ты» Потому что делать вид, что мы друг друга не знаем Было бы, наверное, неправильно Поэтому заранее приношу извинения тем, кто считает, что это может быть несколько фамильярно Ну вот вы, кстати, как относитесь? Приходите иногда на «ты» с гостями в студии? Ну вот точно так же, как и ты, Вадим, тоже не считаем Бывают случаи, когда приходят люди, с которыми ты не просто знакома, а близко знакома Ну вот, в частности, и ты у нас тоже нередко бывал Но, на мой взгляд, довольно глупо Если мы общаемся в жизни, почему мы должны Говорить с нами? Есть определенное, кстати, правило Мне кажется, что далеко не со всеми людьми, с которыми ты в жизни на «ты» Ты в эфире говоришь на «ты» И вот есть те, с кем это можно, как мне кажется, делать А с тем, с кем нельзя в эфире Вот Андрей Допустим, мне кажется, между ведущими на «ты» уже можно говорить К нам приходил Дмитрий Петренко, известный ныне режиссер Ну, мой друг, можно сказать Бывший, кстати, ведущий ЛТВ-7 тоже Да, бывший наш сотрудник И с ним, конечно, я разговариваю на «ты» Но в эфире я как-то на «ты» с ним не могу себе позволить Все-таки, ну, у него статус немножко другой Конечно, разговариваю с ним на «вы» Ну, не возникают такие сложности? Вот именно, когда делаете интервью со знакомыми людьми Вот есть ли какая-то специфика ведения интервью с людьми, которых хорошо знаешь? Ну, есть, да Да, ну вот это вот, продолжая разговор про «ты» и «вы» Да, там действительно такая тонкая грань Но мне кажется, это как-то очень интуитивно происходит Вот ты просто должен чувствовать Вот с кем можно на «ты», а с кем не нужно на «ты» То есть не в плане какого-то личностного общения Просто в плане формата передачи Если там приходит, опять же, твой близкий, знакомый Но он выступает в роли какого-то важного, серьезного эксперта Ну, это тоже как-то, мне кажется, его несколько будет дискредитировать Да, естественно, допустим, он депутал Да, и ты вдруг с ним на «ты» там «привет», не знаю, там любое имя можно сюда подставить Но это его каким-то образом, мне кажется, даже нивелирует в глазах телезрителей А вот с фамильярностью приходится сталкиваться? Поскольку у вас программа выходит каждый день По несколько интервью в рамках этой программы иногда у вас бывает Вот приходится иногда сталкиваться с каким-то таким вот Ну, не знаю, как это правильно сформулировать Ну, пренебрежительным отношением, что ли, со стороны гостей Бывают такие гости Ну, к счастью, они бывают редко Потому что у нас все такие довольно приличные люди приходят Уже подготовленные Конечно, если бы, может быть, мы работали где-нибудь в прямом эфире Там прямой трансляции с центрального рынка Там была бы другая ситуация Но к нам приходят люди уже известные в обществе По крайней мере, в Латвии Поэтому, ну, бывают разные, конечно Были такие моменты А вот я сейчас пытаюсь вспомнить И, честно сказать, не могу То есть наш нынешний проект – это не первое моё место работы И, может быть, в каких-то предыдущих каких-то своих проектах Я могу вспомнить какие-то такие случаи А вот именно в жизнь сегодня Вот, правда, не могу ничего припомнить Чтобы кто-то пришёл, как-то себя вёл пренебрежительно Как-то высокомерно Абсолютно нет Даже бывали случаи, когда мы, может быть, даже немножко и ожидали Что сейчас вот будет там какой-нибудь гость Который, возможно, теоретически, потенциально может себя вести таким образом Но нет, не было Не помню, не было такого Нет, если мы говорим о жизни сегодня Ты, Настя, работал раньше и как интервьюеры Как журналист, который пишет Пишущий журналист в газетах, в частности Вот насколько это разный опыт Работа в газете, работа в жанре интервью Такого классического интервью на программе «Прос ТВ» В программе «Вопрос пристрастий» Мы уже введение программы «Жизнь сегодня» Это разный опыт Это абсолютно разные истории Ну, тут сравнивать Мы можем сравнивать в нескольких категориях Сравнивать печатную журналистику И сравнивать телевизионную журналистику Это две совершенно разные журналистики Конечно, я уже не раз об этом говорила Я, наверное, уже повторяюсь, что Печатная журналистика, газета Это, конечно же, самый-самый-самый сложный Сложный жанр Но овладев которым потом тебе в дальнейшем проще перейти на, скажем, работу на радио, на телевидение То есть это все про владение словом Но в таком письменном виде Вот исключительно письменном виде Слово, в принципе, по сути является твоим единственным инструментом донесения информации У тебя нет ни голоса, ни интонации То есть давать эмоциональную окраску информации, которую ты хочешь передавать Ты можешь исключительно только за счет того, как ты владеешь своим словом На телевидении, конечно, совсем другая история Там есть настроение, есть улыбка, есть интонация Овладение телом, кстати Овладение телом Да, и при этом я думаю, что владение тела и действия, ну, это намного сильнее, чем слово Конечно, конечно Поэтому в этом плане у нас такой огромный на телевидении арсенал наших инструментов Как эту информацию передавать Иногда можно просто промолчать Вот у нас с Андреем Многозначительно Многозначительно промолчать, многозначительно улыбнуться В общем, можно сделать очень много всего многозначительного Того, что ты не можешь сделать в газете Ты там не поставишь даже смайлик Если ты хочешь как-то красиво и тонко пошутить Будь добр, сделать это красивым литературным русским языком Но если говорить о телевидении как о поверхностном жанре Такой стереотип существует, восприятие телевидения Что, вот опять же, Настя говорила о том, что в газете у тебя есть только слово И, соответственно, ты вкладываешь больше интеллектуального труда Вот, Андрей, как ты воспринимаешь телевидение? У тебя газетного опыта нет То есть ты как раз именно человек, который пришел на телевидение Это первое место твоей работы Я на телевидение, да, пришел Это первое и практически единственное Но если не читать еще школу, в которой я проработал полгода, пока я жил в Испании В спортивной школе Но это ладно Так я пришел на телевидение уже 18 лет Сразу же после школы И мне не с чем сравнить Просто на телевидении я делал много вещей Я работал и в новостях, и делал сюжеты, и вел новости, и был продюсером, когда заменял людей Вел утреннюю передачу, пару раз я комментировал хоккейные матчи То есть прошел все ступеньки, как говорят Ну, да, получилось, что довольно много все равно я прошел, как ни крути И, ну, не с чем мне сравнить, да Ну, телевидение мне нравится, конечно У вас есть какой-то вот с Настей вас, ну, как я во всяком случае могу судить, когда смотрю вашу программу У вас сложился тандем, который дополняет друг друга Мы называем это контакт Контакт, хорошо Мы называем с Андреем это контакт Но, тем не менее, вот эта разница в восприятии профессии Она как-то у вас прослеживается, что Настя пришла из газетной журналистики, ты из телевизионной журналистики Мне кажется, наоборот, очень классно, что Настя владеет словом лучше, чем я, я считаю Потому что она все-таки по образованию филолог, я у нее часто спрашиваю какие-то слова Допустим, я, может быть, более активный, ну, потому что я все-таки спортсмен Настя более утонченная, говорит так правильно, размеренно Ну, я думаю, что мы друг друга дополняем И вот хотелось бы тоже какие-то параллели провести со спортом Я раньше занимался и греблей на канои-байдарках И вот мы с Настей вот как хорошая, натренированная двойка Именно командный вид спорта у нас А я хочу сказать еще, что, да, вот Андрей таким образом это видит А я как такой бывший газетчик Наоборот, я понимаю, вот ты говоришь, Вадим, что телевидение В восприятии многих людей это такой более легкий жанр Вот не легкий он жанр, потому что там тоже есть своя специфика Которой нужно овладеть И вот мне, скажем, да, Андрей помогает, вот он чувствует, где я провисаю именно телевизионно У меня еще не такой, вот человек сидит, он у тебя 13 лет, да, опыт работы Ну, 14 лет, да, а у меня, скажем, ну, поменьше, может быть, в два раза, да И он мне часто говорит, Андрей часто говорит, что вот по картинке, например, у меня там что-то не то Или я там перетягиваю, например, по времени, слишком даю длинно, где можно сказать короче Это желание углубиться Да, и я понимаю, что это все газетное наследие Это все идет, как говорит наш продюсер Алексей Дун, да хватит, Настя, мне тут эту часовщину давать Ну, от слова газета час, да, в которой я работала То есть я за собой замечаю, что у меня все-таки вот этот вот бэкграунд газетный, он во мне есть Ну, не знаю, стоит ли с ним бороться, но, в общем, я к тому, что телевизионное мастерство, работа в телевизионной журналистике Это, конечно, тоже то, чему следует учиться Если говорить о телевизионной журналистике, как о таком достаточно коротком пути к славе Потому что есть такое мнение, что телевидение дает иллюзию того, что ты вдруг становишься очень важным Да, вот у Довлатова есть рассказ «Хочу быть важным» Вот, собственно, и телевидение Вот насколько вот это мешает или помогает, когда вдруг ты понимаешь, что тебя показывают К твоему мнению, начинают прислушиваться чуть больше, чем прислушивались раньше, возможно, именно по этой причине Да, даже на нашем столь маленьком рынке, действительно, когда я начал вести новости, меня тоже начали узнавать продавщицы в магазине Иногда сейчас даже так происходит Но мне это не нравится, я честно скажу А мне, ребят, вообще нечего по этому поводу сказать, потому что, я честно вам признаюсь, это, может быть, единичный какой-то случай Или, может быть, два раза в моей жизни было, чтобы меня кто-то узнал Но ты слишком по-разному выглядишь в жизни и в телевидении Возможно, я не знаю, воспринимать ли это как комплимент или нет Но нет, ну, правда, видимо, я какой-то совершенно другой образ транслирую по телевидению Вот в жизни меня как-то с ним абсолютно не идентифицируют вообще никаким образом Ну, а ты играешь в телевизоре? То есть для тебя важно... То есть есть ли в этом элемент лицедейства, вот в телевизионной истории? Знаешь, да, наверное, отчасти есть Но я для себя это определила таким образом, что вот, ну, лично говорю про себя, да Что для меня прямой эфир, работа в кадре – это такая вот некая возможность быть лучшей версией самой себя Это как на первом свидании обычно? Да, наверное То есть ты приходишь и рассказываешь, и пытаешься быть умнее? Наверное, в кадре, да Я могу позволить себе быть красивее, быть умнее, быть увереннее Ну, то есть вопрос, почему я не могу делать это просто в обычной жизни Но мы все обычные, простые люди У каждого свои какие-то есть, не знаю, там, какие-то фобии, какие-то неуверенности, какие-то страхи Ну, в общем, что-то, какие-то ограничивающие факторы, которые, я думаю, присущи каждому человеку Так вот для меня эфир, наверное, это вот как раз такая возможность освободиться от всего этого Ну, это, конечно, не самоцель, да, я говорю сейчас просто уже о каких-то, ну, может быть, психологических более вещах Ну, да, я себя чувствую, что, наверное, в эфире я могу себе позволить, разрешить себе быть лучше, может быть, чем То есть это такой элемент психотерапии для тебя, что ли, получается, эфир? Ну, возможно, возможно, отчасти, но, опять же, это же не... Я работаю не для того, чтобы заниматься психотерапией Это я говорю уже о каких-то, скажем так, подспудных вещах, о которых я могу просто анализировать уже постфактум Но работаю я, конечно, совсем не для этого Это уже такой дополнительный какой-то эффект А вот тебе, Андрей, покажешь-то? Ну, отчасти, наверное, играю, но, мне кажется, в какой-то малой части Все-таки, наверное, вот мне так кажется, что я все-таки в этом эфире живу Я такой, какой я есть, я и в жизни такой, ну, да Ну, вот, кстати, это такое, я не случайно подвел к этому вопросу Потому что есть такое достаточно популярное мнение и даже противостояние актеры и журналисты То есть, кто должен работать на телевидении, то есть, журналисты не очень, не всегда, скажем так, не всегда Скажем, им нравится, как это делают актеры, актеры, возможно, не всегда им это нравится, как делают журналисты Вот в этом смысле, вот, если говорить о журналистике и лицедействии, вот здесь нет противоречий, вот как вы считаете? Есть противоречия Сказала Настя многозначительно, и по телевизионному сделала пауза Противоречия есть, да Ну, ну как, видишь, это две разные профессии Актерство – это актерство, телевизионная журналистика – это телевизионная журналистика Телевизионное мастерство, как, если мы говорим именно о роли телеведущего Даже потому что даже телеведущий не всегда является журналистом Да, то это тоже другое Ну, кстати, эта тенденция меняется, потому что сейчас уже практически нет дикторов Да, конечно, сейчас нет дикторов уже В основном к этому все движется и стремится Тут просто разные профессии, разные подходы Ну, вот что я заметил, ну, говоря об актерах Вот на моей практике, на примере Вот, как мне кажется, у актеров В большинстве случаев у них не получается вести передачу Вот как мне кажется А вот как ты это видишь? Почему? А потому что они переигрывают Да, слишком наигранно они переигрывают Они ведут себя как-то неестественно Они, не знаю, как-то выразительно задают вопрос слишком по-театральному Ну, так человек не задает вопрос в жизни Ну, как-то так, мне кажется Вот я слышал такое мнение, что сегодня, вот действительно, это очень ценят естественность И журналист, допустим, который ведет передачу Он уже не обязан обладать каким-то там особым тембром голоса Или даже там могут быть дефекты речи Но, тем не менее, этот журналист может быть гораздо более востребован Гораздо более интересен чем человек, который говорит правильно Конечно, конечно Абсолютно согласна с этим Потому что мы, прежде всего, транслируем не что-то внешнюю какую-то свою привлекательность Тембр, там, не знаю, цвет глаз Еще что-то, платье, которое на нас одевает Но это важно ведь на телевидении Важно, но, ну, да Но это, скажем так, не самый важный элемент нашей профессии Мы транслируем Вот все-таки я убеждена в том, что мы транслируем свой внутренний мир Вот если ты не интересен внутренне, тебе нечего дать людям То, как бы ты ни выглядел, каким бы ты красивым голосом не обладал Четкой дикцией, артикуляцией, там, и много-много-много чем То ты не будешь интересен просто Ну, ведь здесь я как раз могу тебе противопоставить Популярные развлекательные проекты Не все, но есть определенная часть этих проектов Где сидят, вот там, допустим, некие стереотипные девушки Там, тюнинг и все дела Во всяком случае, со стороны не виден там какой-то глубокий внутренний мир Но эти программы, они востребованы, они популярны И, например, некоторые по 10-15 лет существуют Всем хорошо известные Дом-2, например Да, то есть, вот Есть все-таки, наверное, получается, что Какие-то вещи здесь Андрей? Нет, ну на девушек вообще приятно смотреть Почему бы и не посмотреть такую передачу, когда сидит красивая Эффектная девушка Программа Дом-2, к тому же, это, по-моему, вообще не про внутренний мир Это про что-то другое Ну, судя по аннотации, это как раз про внутренний мир Ну, давайте мы не будем смотреть свою любовь Ну, вот как-то не хочется мне проводить параллели между Ну, ладно, Настя, все мы смотрели Дом-2, признайся Нет, ну, я здесь как раз его рассматриваю как некий феномен Как шоу, которое уже побило рекорд Санта-Барбары Да, то есть, идет на протяжении многих лет И, судя по всему, будет идти еще долго И наши дети, и наши внуки будут смотреть Дом-2 Это, наверное, история о том, что притягательно бывает не только красота Но и нечто противоположное может привлекать тоже повышенное внимание И за этим точно так же люди хотят следить, наблюдать Несмотря на то, что, может быть, это не всегда как-то красиво Телевидение, оно ведь, на твой взгляд, оно не склонно к упрощению Тебе не приходится упрощать какие-то вещи, какие-то темы Для того, чтобы получить этот пресловутый рейтинг Я по себе знаю, потому что я люблю, и ты знаешь, наверное, да Я люблю вещи очень глубокие, я знаю, что иногда это бьет по рейтингу Потому что говорить о времени, о душе и так далее Это не то, что говорить, например, об Ольге Бузовой Да, опять же, мы привели, это такой хрестоматийный пример Во втором случае, то есть, в случае Ольги Бузовой, рейтинг будет выше То есть, вот, не приходится решать этот внутренний конфликт Между желанием донести что-то важное и желанием сделать третье Знаешь, нет, не приходится, лично мне не приходится решать этот внутренний конфликт Я когда-то об этом тоже уже давно думала И уже какое-то достаточно длительное время назад пришла к выводу Что все-таки, скажу сейчас тоже так по-актерски Вспоминаем мы сегодня эту профессию почему-то Все-таки идти надо от себя То есть, если тебе это интересно, значит, нужно об этом говорить И, ну, наверное, вот в этом смысле я не иду на компромиссы То есть, если мне интересно говорить с человеком о душе А не о том, сколько ты зарабатываешь или еще что-то То я буду говорить об этом Ну, не хочется себе врать То есть, хочется все-таки жить и быть и работать с собой в правде И говорить о том, что интересно лично Ну, у тебя такая возможность есть в этом Да, абсолютно Согласен, Андрей? Да, абсолютно Я вообще люблю, допустим, простые вещи Поэтому, как мне кажется, человек пришел домой после работы Он хочет отдохнуть Если он хочет какую-нибудь научную статью Он, конечно, может включить радиоболтком и послушать тебя, Вадим Там тоже интересные вещи Если он хочет просто отдохнуть Ну, он включает ту же самую передачу «Жизнь сегодня» Узнать, что происходило сегодня Какие гости Какие-то смешные видео из интернета, которые мы готовим Узнать прогноз погоды Все простым языком С юморком Но не переходя уже, конечно, в смех и панораму Поэтому я за простые вещи Но тут, видишь, я добавлю У вас получается, что здесь есть все-таки некие расхождения Нет-нет, я как раз-таки хотела согласиться с Андреем И добавить, что вот тут «Жизнь сегодня», этот целепроект Это там, где все совпало Совпали мы с Андреем как ведущие У вас случился контакт И совпало вот наше какое-то личное ощущение мира С тем проектом, который мы ведем Мы в нем, понимаешь, мы в нем абсолютно органично То есть вот мы, как я вот нас чувствую, вижу Мы, в принципе, даже, может быть, и не те люди Которые, я не говорю, что Ну, скажем так, которые изо дня в день Готовы были заниматься какими-то суперсерьезными вещами Говорить постоянно о каких-то мегасерьезных темах Поднимать какую-то очень тяжелую проблематику Нет, мы время от времени это делаем И я, в частности, тоже там иногда делаю что-то для программы Личное дело, которое является расследовательской журналистикой Андрей снимает что-то в новости, делает что-то серьезное Но вот по нашему состоянию души Нам классно, нам органично Нам, естественно, работать в таком информационно-развлекательном проекте Как «Жизнь сегодня» Вот здесь все совпало просто Ну, ты ведь, ну, я тебя хорошо знаю Как журналиста, который занимается темой культуры Темой театра, интервью, которое ты делала И в вопросе с пристрастием, и в газе «Сейчас» Это достаточно глубокие интервью По поводу каких-то театральных, литературных и прочих реалий То есть ты не скучаешь по этому жанру? Скучаю, иногда скучаю Но, знаешь, у нас есть такая возможность Может быть, не в том объеме и не в той мере, как это предполагает Как у нас было в проекте «Вопрос с пристрастием» Но это просто дело времени То есть дело хронометража самого интервью Здесь у нас несколько ограничено оно в жизни сегодня Там, может быть, 15-20 минут, когда, может быть, хотелось бы углубиться еще больше Но для этого просто не хватает времени Я помню, что в «Утре», когда была программа «Утро» на ЛТВ-7 Ты взяла интервью у Говорухина И оно как раз несколько выпадало из формата Развлекательной передачи, потому что оно было очень глубокое Там было про актеров, их погружение в роль и так далее Ну вот, да, наверное, это как раз-таки был тот Вот, кстати, да, вот ты напомнил Видишь, я не могла вспомнить Но вот ты сейчас привел пример И, наверное, да, наверное, это как раз-таки был тот случай Когда вот это было что-то такое не совсем компромиссное Когда мне хотелось говорить о том, что мне хотелось говорить И история с Михалковым, который вышел к вам в прямой эфир И сам позвонил в редакцию Было дело Ну, как сам позвонил? Как позвонил сам? Ну, как я понимаю, по телефону По телефону, да Или по скайпу, не помню По телефону, по телефону, в режиссерскую Он звонил, нет, но мы, конечно, предварительно договорились Это не было так, что... Не было так, что мы принимаем телефонные звонки А тут позвонил Михалков Здравствуйте, я Михалков Подождите еще через 5 секунд А именно так и было, кстати, сказать Звонок в режим... Мы договорились, что Михалков должен нам позвонить Мы сказали время, дали номер телефона Во сколько Все до конца не были уверены, что он все-таки снизойдет и нам позвонит И в конечном итоге, да, раздается телефонный звонок И кто-то там из режиссерской снимает трубку И он говорит, алло, здравствуйте Это звонит Михалков Ну, там, Никита Сергеевич Ну, так было забавно, конечно Да, и он вышел в эфир Достаточно такое интересное, хорошее И, кстати, доброе интервью получилось Я тогда еще обратил внимание на это Сейчас прервемся на новости и рекламу Потом вернемся и продолжим Андрей Дмитриев и Анастасия Ружанская Ведущие программы «Жизнь сегодня» На телеканале ЛТВ7 у нас в гостях В следующей части поговорим о предстоящем Латгальском марафоне В том числе Оставайтесь с нами Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили» Сегодня у нас в гостях ведущие программы «Жизнь сегодня» на телеканале ЛТВ7 Анастасия Ружанская и Андрей Дмитриев Еще раз здравствуйте, коллеги Здравствуйте, Игорь Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Вы можете звонить нам Задавать вопросы нашим гостям Также можете писать нам в видеочате На портале mixnews.lv И в фейсбуке На страничке Радио Болтком Болтком Через К Вот продолжаем разговор О телевизионных буднях Опять же Если мы говорим О таких существующих стереотипах То, конечно, телевидение Это выглядит такой красивой картинкой Красивые люди Все друг друга любят Все друг с другом дружат И так далее Понятно, что это такая вершина айсберга Но, тем не менее Вот телевизионные будни Будни ведущего ежедневной телевизионной программы Как они примерно складываются, строятся? Настя Знаешь, вот я очень часто сталкиваюсь С таким не совсем правильным пониманием Людей того вообще Что собой представляют Да, эти телевизионные будни То есть в восприятии В восприятии людей Которые не имеют отношения к телевидению Твоя работа заключается в том Что ты ведешь эфир И довольно часто тоже вот спрашивают А как вот это не страшно Вот в прямом эфире А как вот это перед камерой там работать И прочее, да Я могу сказать, что для нас Ну, во всяком случае с Андреем И мы это обсуждали Именно часть эфира Это уже не работа Это уже такая, знаешь, вишенка на торт Нет-нет, это уже бонус Вот работа, она до Это тренировки А выход в эфир это соревнования, где ты уже получаешь удовольствие Ты уже получаешь удовольствие Это уже твое вознаграждение, как бы, ну, в нашем восприятии За то, что ты наработал до этого Ты наработал, ты пришел Ты подготовился, ты изучил тему Ты написал вопросы Ты там, не знаю, сделал себе... Видеоматериалы, которые ты будешь показывать Подводки там какие-то себе Какие-то рубрики Вот это работа Обычная журналистская работа А то, когда ты уже красивый, загримированный в платье Там в костюме Пришел, сел в кадр Включился свет Это уже... Это уже бонус Это уже... Ну, вот, кстати, ведь Далеко не все И гости, и даже ведущие Далеко не все себя комфортно чувствуют Именно в прямом эфире Это как страх высоты Просто я сам знаю людей Которые достаточно много выступают В прямых эфирах, телевизионах Для них это стресс всегда То есть прошли годы, десятилетия Для них это все равно остается стрессом Каждый эфир это стресс То есть вы в этом смысле... Ну, я, кстати, тоже достаточно комфортно в эфире чувствую Открою небольшой секрет Но, тем не менее Вот получается, что это достаточно такая Не очень частая история Смотря какой эфир Когда ты задаешь вопросы Тогда, ну, вот, в своем эфире В нашей программе Я себя чувствую абсолютно комфортно Я уже не помню Мы, кстати, с Андреем Даже иногда так немножко говорим об этом Что, ой, вот, не хватает Нужно какого-то немножко нам такой встряски В плане понервничать Как-то поволноваться, что ли Вот хочется как-то, не знаю, тонуса какого-то Ну, нет У нас как-то получается, что мы настолько спокойны Настолько органично И вот, опять же, вот, вспомню разговор Тут с подругой недавно встречалась Она тоже говорит Вот, как это так? Вот, если бы меня посадили перед камерой Она говорит Я бы, наверное, умерла сразу А я так задумываюсь А вот, а я как себя чувствую перед камерой А абсолютно вот естественно Вот как, не знаю Как дышать Как перед зеркалом Как перед зеркалом У меня немножко, ну, другое восприятие Я все-таки, ну, я буду говорить по спортивной терминологии Но перед соревнованиями все-таки мандраж, он должен присутствовать Так же, как перед прямым эфиром Если нету мандража, то ты вялый Ты не готов То есть, нужно, что мандраж присутствует? Все равно некий, некий мандраж Адреналин такой? Да, Андрей, адреналин Он все равно должен быть Потому что без этого нельзя Этот адреналин, наоборот Мобилизует все твои силы И ты тогда выкладываешься на сто процентов А если ты ничего не чувствуешь То ты, в принципе, вялый И если ситуация пойдет как-то по-другому То ты можешь не отреагировать хорошо Ну, это я так считаю А у тебя бывали такие случаи, когда вот Бывали, когда я выходил в эфир вялый Совершенно, ну, совершенно вот этого даже Мизерного мандража его вообще не было И тогда ты чувствуешь себя не очень хорошо Ну, ты действительно такой сомный получаешься То есть, ты теряешь некий драйф Чуть-чуть адреналин должен быть Да, давайте примем звонок Надевайте наушники Радиослушатели у нас на линии Здравствуйте, вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Добрый день Добрый день Скажите, пожалуйста А нужен ли в Латвии свой русскоязычный Информационно-развлекательный Познавательный канал Спасибо 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 Вот, да Как вы считаете, коллеги? Я бы был бы только за Это даже не потому, что Тогда бы Ну, у нас появилось бы Больше работы Больше возможности заработать Это ставим на второй план Но для меня, как для зрителя Всегда было интересно посмотреть Что происходит в Латвии На родном мне языке И когда я Даже, по-моему, еще не работал на телевидении Учился в школе Честно говоря, вот я Всегда смотрел Утреннюю передачу на ЛТВ-7 По-моему, Илона Химович Вела с кем-то Когда вот на даче Мы жили с родителями Мне было интересно посмотреть Что же делают Наши люди у нас А не где-то там За рубежом Ну, в частности, в России А вот ты, Настя, как думаешь? Ну, я полностью согласна Конечно Ну, мне кажется, да Действительно, гораздо больше интерес Это, естественно, вызывает Те события, те реалии Которые происходят Непосредственно у тебя здесь дома У тебя на твоей родине В стране, в городе В котором ты живешь Нежели это где-то там за какой-то границей Хотя и на твоем родном же языке Ну, а ты не согласна с тем Что, например Ну, мне так иногда кажется Что российские звезды Театральные Звезды шоу-бизнеса Они гораздо более интересны Местному зрителю Даже если они приходят В местные средства массовой информации Чем какие-то свои родные Вот нет такого ощущения? Такой вопрос Ну, у нас с Настей, мне кажется Будут разные ответы Но я вообще за то Чтобы приглашать наших людей Я думаю, что у нас хватает Талантливых и музыкантов И деятелей искусства И других людей Потому что на российских Ну, звезд, так скажем Мы можем посмотреть на других Российских каналах Зачем дублировать Опять же На латвийском телевидении На латвийском радио Тех же самых звезд Которые ты можешь посмотреть На кабельном телевидении Ну, это мое мнение Да Вот мы в этом с Андреем Немножко расходимся Да Но вот Мне кажется Что имеет смысл Все-таки приглашать Людей Уже имеющих популярность Уже имеющих известность Какую-то определенную Любовь Может У телезрителей Потому что Опять-таки Мы со своей Ну, скажем так Я в кавычки возьму Со своей латвийской Позиции Возможно Даже Можем их как-то По-другому раскрыть Нежели мы будем смотреть На них В контексте Там Российских телеканалов Которые будут задавать им Вопросы Из контекста Своих Российских реалий Да Я знаю Что такое Совершенно банальнейший Вопрос Там Как вам наш город Как там Вам наш Зритель А мне действительно Интересно Допустим Об этом узнать Вот как человек На которого я там Может быть С детства Выросла на его ролях В кино Как он оценивает Например Нашу рижскую публику А мне это интересно Все мы помним Та же опыт был По-моему На канале ЛТВ7 Утренняя передача И пригласили Молчановую Ее вести Ну Владимир Молчанов Настоящая звезда Такой величины И в итоге Передача Продержалась Пару месяцев Максимум Рейтингов Вообще не было Ну потому что Это как раз И есть разговор о том Что он не в контексте Это человек Совершенно Из другой Страны Из другого Какого-то Информационного Поля Он Просто не Чувствует Наших Наверное Ну если например Делать интервью С Молчановым Если это сделает Местный журналист То рейтинг Скорее всего будет Ну я делала интервью С Молчановым Да Причем ты делала Серьезное интервью Там как раз про Он же занимается Еще и вопросами Скажем Поиска нацистских преступников И вот Молчанов Который был раскрыт Побой совершенно С другой стороны Вот как мне кажется Там достаточно Серьезное Глубокое Ну такое драматическое Интервью Ну мы сейчас о разных вещах Просто говорим Одно дело Там Молчанов Можно раскрыть Как ты говоришь С наших реалий Ну то есть Молчанов как журналист На латвийском телевидении Молчанов как российский журналист Который может нам быть интересен Именно как герой Как гость Это два совершенно разных человека И Молчанов Это просто вот Ну условно Молчанов Да Мы можем Поставить Любую фамилию Конечно Но Извини Андрей Был же Был же Когда Александр Гордон Вел у нас тут Какие-то предвыборные дебаты Все это было Но они здесь теряются Они не так Не так яркие Не так интересные Харизматичные Как они в своих В своем Естественной среде Обитания Ну еще Вот я хотел бы добавить Не стоит забывать Что все-таки у нас Ну латвийское общественное телевидение И у нас аудитория Она разделена У нас Ну как вот я чувствую По звонкам То что мы получаем В прямом эфире Она где-то 50 на 50 То есть русские И латыши Словно русские То есть русскоязычные То есть носители латышского языка Нас тоже смотрят Как мне кажется В большом количестве Это видно тоже по фейсбуку По отзывам Поэтому не знаю Насколько Вот той аудитории Будет интересен Гость из России Ну вот А здесь вопрос в том Что кто Под кого подстраивается То есть вы под аудиторией Или аудитория под вас Вот этот вопрос Он достаточно Стар как мир Это и в газетах Еще мы тоже проходили Вот вы Какой точке зрения Придерживаетесь В этом смысле Кто за кем идет Ну Под аудиторию Надо подстраиваться Как мне кажется В любом случае Нет Ну подождите Есть просто Такое элементарное слово Которое Конечно Многие не любят И оно может быть Уже приобрело Какую-то такую Немножко негативную Коннотацию Да Есть такое слово Формат Ну как ни крути А он есть у каждой передачи У каждой программы Да И то что предопределяет Формат в котором мы работаем Значит что мы Ну не можем там Каких-то людей пригласить Которые не предусмотрены Нашим форматом Ну например Кого ты не можешь Пригласить Вот у Владимира Познера Есть черный список Он честно говорит Навальный в черном списке Никакого черного списка Никакого черного списка нет Ну Ну вот видишь Я уже отчасти Наверное ответила На этот вопрос В первой части интервью Что касается выбора гостей Там кто под кого подстраивается Есть формат И есть Твое Ну собственно Какое-то Желание Твой интерес Твое любопытство И вот это Ну вот из этого Должен выстроиться Какой-то компромисс Наверное Как-то так Ну вот здесь кстати Ведь Я не хотел конечно Задавать политических вопросов И не буду Один вопрос политический Я задам Потому что мне кажется Он сейчас на поверхности Это связано с тем Что когда политики говорят О русских Общественных Телеканалах Они сразу Очень часто Вешают ярлыки Контрпропаганда Борьба с Россией Борьба с Владимиром Путиным Дмитрием Киселевым И еще целый ряд Фамилии звучат И вот это конечно все Я просто по себе знаю Когда приходится Например Как я веду программу Без авитости Часто пишут А это значит Вот пригласили Потому что Вот он такой-то Или такой-то Да Ну как бы Я подчиняюсь Это не так Но тем не менее Вот далеко Наверное не все верят Насколько это мешает Работе сегодня Вот вся вот эта Околополитическая И политическая риторика В том числе И ваша программа Которая не политическая Ну вот Вот ты уже ответил На наш вопрос Мне кажется Мы это вообще Не ощущаем И не чувствуем Да У нас не политическая программа Нет предвзято отношения Со стороны зрителей Которые возможно Могут предположить А значит Это государственный канал Политики говорят Что это контрпопаганда Не буду их смотреть Потому что они там борются Ну теоретически конечно И возможно практически Так оно и есть Но я не знаю Может быть это конечно Не совсем правильная позиция Но я допустим В это не вникаю Я существую как-то Вот как Как профессиональная единица Я лично существую Вне политики И наша программа Тот формат В котором мы работаем Позволяет нам Не вникать В это Вот Погружаться В эти вещи Ну не знаю Мне Мне это Не хочется делать Мне это не интересно Это тоже Андрей Ну да Если бы конечно Была бы какая-нибудь Другая передача И мы бы вели бы Там ту же самую передачу Может быть без обид Там предвыборные дискуссии Дебаты Тогда конечно Пришлось бы вникать И может быть Как-то это нас касалось Но у нас информационно-развлекательная Передача Где политика Если она и присутствует Какой-нибудь гость Политический То это Да Скорее в таком Мы говорим о людях И о жизни Говорим о людях О жизни О каких-то Социальных проблемах О каких-то Не знаю О культуре Об искусстве Развлекательная тематика У нас широко представлена О круглых столах На радиоболтку О круглых столах На радиоболтку В том числе Конечно Ну и о Латгалии Вы говорите Причем говорите немало И вот в прошлом году Провели большой марафон Весьма успешно Я видел рейтинги Что действительно это Кстати на удивление многих Это вызвало Такой серьезный резонанс Латгалия восприняла вас Очень положительно В этом году Этот опыт будет Как я понимаю Умножен и углублен Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев Вот Расскажите об этом проекте Снова мы едем В Латгалию Только на этот раз Уже не в Резерк На Афдаугу в Пилос И снова Как мы шутим На нашем телевидении Команда мечты Отправляется В путешествие Дринтим То есть Андрей Дмитриев Анастасия Ружанская На этот раз Владимир Иванов Мы заменили одного игрока Владимир Иванов Потому что Екатерина Сафронова Пошла на повышение Не заменили А повысили Да Екатерина Сафронова Стала главным редактором Подбирай выражения Говоря о Екатерине Александровне Наша Екатерина Александровна Которая работала На радио Болском Все свои люди Вадим Отметил Все свои Продолжайся Андрей Вот едет Дринтим Едет в Латгалию В Латгалию Как мы знаем В следующем году В 2018 Латвийскому государству Исполняется 100 лет Со дня восстановления День независимости И этот праздник Уже начинают праздновать За год До официальной даты И мы едем В Даугов Пилс Не только поэтому Потому что У Латвии 100 лет Но и там будет Форум Нацменьшинств Насколько я понимаю Народов Которые живут В Даугов Пилс Почему Вообще Празднование Столетия Латвии Начинается именно В этом году Начинается оно Именно в Латвии Потому что это будет 100 лет Со дня Латгальского конгресса Знаменитого события Которого Ну так сказать Повернуло ход истории Когда Латгальцы Хотели присоединиться К Латвии И тем самым Да И в связи В связи с этим Мы и проведем Наш Телемарафон Из Даугов Пилса Хотя основная часть Мероприятий Торжеств Будет проходить В Резыкне Но в том числе И в Даугов Пилсе А в Резыкне Мы были в прошлом году Теперь мы собираемся Познакомиться с городом Даугов Пилса Работаем по той же самой Схеме Замечательной То есть прямой эфир Прямой эфир На протяжении Трех Если я не ошибаюсь Трех с половиной часов В 10.45 начало И в 2.15 конец Это было 5 часов Этот раз Три с половиной Мы меняемся Команда ведущих Меняется У нас будет Студия на улице Оттуда будут вестись Все трансляции То есть никаких Искусственных декораций Каких-то там Все будет очень Живо Очень по-настоящему Прямо вот Из центра Города Из эпицентра Всех торжественных Праздничных событий Ну у вас Нет ощущения Что Латгалия Она так несколько Оторвана от остальной Латвии И вот ваш Марафон на русском языке Прошлым был первым Подобным опытом Как я уже сказал Достаточно успешным И все равно Сейчас это еще Такое только Знакомство с Латгалией Которая Ну как бы Живет сама по себе Вот это ощущение У вас не возникло Вот в прошлом году Когда вы работали И какое оно сегодня? Все было очень душевно Как мне показалось Отзывчивые люди И как мы поняли Наши телезрители Во-первых Потому что Как мне кажется Нас из Латгала Смотрят очень много людей Я знаю Что мою программу Смотрят в Балве Это я точно знаю Да Программа без обид Ну видишь Сложно говорить Почувствовали ли мы Какую-то оторванность Да Наверное Оторванность Латгальского региона Наверное Чтобы это почувствовать Нужно быть Латгальцем Нужно жить там Ну или как минимум Прожить там Месяц может быть Чтобы это Как-то ощутить А мы все-таки Ну были такие Гастролеры Да Мы приехали на один день Приехали не просто В Латгальский город Да В Резакне А мы приехали В этот город Непосредственно В день праздника Когда он Был Наиболее красивый Наиболее Праздничный Наиболее атмосферный Яркий И мы вот таким Его восприняли Этот город Да Что в принципе Случится и с Даугавпилсом Я так предполагаю Поэтому вот Какое-то такое вот Объективное восприятие Оторванный Он не оторванный Депрессивный регион Не депрессивный В моем понимании Он не депрессивный Он очень праздничный был Очень прекрасный Дружелюбный Атмосферный Вот Сложно Видишь Сложно Вот эти все Политические ярлыки Которые В общем Вешают В том числе И на Латгалю И Может быть Что-то обоснованно Что-то не обоснованно Как например Там фильм BBC Связанный с тем Что это Сепаратистский регион Тем не менее Вот Когда Сейчас Начиная Протягивать Эти мосты Между Резекной Ригой Резекной Даугавпилсом Вот Вот это ощущение Столица Регионы Вот как-то Все вот это Не ощущаете Андрей Да я не знаю Что-то по-другому Что-то не совсем так Как в Риге Вот Не было вот этого У нас вот нету Не было возможности Это понять Понимаешь Ощутить Ну вот тот эфир Когда вы общались С огромным количеством людей Тот эфир был прекрасный Феерический То есть для нас Латгаля Осталась В нашем сердце И в нашей памяти Резекной Например Остался городом Праздник Да Янистрейч на лимузине Едет Вот у меня Вот сейчас Резекна Янистрейч едет На лимузине А у меня Резекна Вот если мне сказать Резекна У меня Перед глазами Прекраснейший Красивый закат Музыка играет Люди веселые Какая-то Праздничная процессия С шариками Все Мы в красивых платьях С цветами Ну Я знаю Что продюсер новостей Алексей Дунда Ведущий Кстати Телеведущий Он тоже из Резек Да Так что Резекна У вас всегда перед глазами Резекна Это город Где сбываются мечты Привет всем Резекнянам В том числе Алексею Дунде Ну что У нас остается Совсем немного времени До конца эфира Давайте примем Один звонок Еще Здравствуйте Говорись пожалуйста Добрый день Добрый день Вадим Андрей Анастасия Здравствуйте Виктор Кстати Парни Настеньку Еще раз С личным праздником Варда Двена Спасибо Только-только был Спасибо Аплодисменты Цветы И вы все правы Конечно Сила слова Ну тут бесспорно И все вы владеете Словом великолепно Передача Конечно же Жизнь сегодня Удалась Ведете вы ее Правильно Здорово Отлично Ну мне конечно Настя Куда Как больше По душе Вашей передачи Вопрос Пристрастия Кстати Прекрасное пособие Для многих Прокуроров Просто великолепно Материалы Блестящие В открытом городе Развернутые Все просто Отлично Андрей Ну да Дресс-код Дресс-кодом Состояние души Но Красные штиблеты Это не айло Ну и Вадим Конечно Также Великолепное Владение Словом Но Когда вы Говорите Якобы Так называемое То Вы сразу Становитесь Открытой книгой В смысле Политики Ваша позиция Тут же Становится Очевидной Вот это зря А так все Здорово Ребята Спасибо 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 Виктор все расставил По местам Да Ну что Осталось у нас Как я уже сказал Немного совсем времени Что Смотреть По телевизору Несмотря на то Что сезон Подходит к концу И казалось бы Мы уже должны быть Знаешь В таком Легком Предвкушении Отдыха Как мы сейчас Все начнем отдыхать Но не тут то было У нас выходит Что как раз таки Май И начало июня Очень интенсивный Период Потому что Очень много Проектов Запланировано 6 мая Мы уже сказали И у нас 4 и 5 мая Будут Спецвыпуски Новостей По дню Провозглашения Латвийской Республики 6-го Как мы уже сказали Жизнь сегодня Едет в Даугавил Встречаемся с вами Там дорогие Телезрители И радиослушатели Конечно 11 июня У нас Предвыборные Дебаты По городам Это Елгова Лепая Простите Не июня А мая И 20 мая Что у нас А нет 20 мая Я тут просто читаю Мешпаргалка 3 июня Что 3 июня Конечно же Выборы У нас будет 5 спецвыпусков На ЛТВ 7 Русское вещание Готовят 3 и 4 июня Целый день Будут спецвыпуски Будем следить За событиями Нет Скучно не будет Ну что Встречаемся на телеканале ЛТВ 7 Слушаем радио Болтком У нас в гостях Сегодня были Анастасия Ружанская И Андрей Дмитриев Ведущие программы Жизнь Сегодня На телеканале ЛТВ 7 Ну вот я думал Закончить Но вот радиослушатель Очень настырный Давайте Мы очень коротко Его примем Очень коротко Пожалуйста Добрый день Добрый день Это те вопросы Которые волнуют Латгальцев Я думаю Что прозвучат Потому что Как уже Анастасия И Андрей Сегодня говорили Это живой эфир И люди Я думаю Что прямой эфир Это такая вещь На самом деле Где каждый Может высказать И мы Вот открою вам Большой секрет Мы очень много Можем сделать Даже если мы Хотим когда-то Остановить человека Не всегда Мы это можем делать Поэтому смотрите Прямой марафон И уже делайте выводы После того Как он выйдет Спасибо нашим гостям Хорошего вам эфира Я знаю Что у вас сегодня Программа Всего вам доброго И до свидания Спасибо До свидания Пока